Где были казаки во времена Шингисхана? Когда говорят о Шингисхане, то в сознании неосведомленного обывателя обычно рисуется такая картина. Жило племя монголов, тунгуса маньчжурского происхождения, говорящие на монгольском, на территории современной Монголии. Из их среды возвысился Чингисхан, который покорил всех соседей тюрков и дальше двинулся на Русь и Европу. Где-то в степях Дежд и Кипчак жили предки казаков, кипчаки, которые тоже были покорены Чингисханом. Но все не так просто, здесь не учитывается простой факт. Казаки состоят из около 25 племен и около 200 родов, и тысячи подродов, и племен, и кипчаки – не единственные предки нынешних казаков. Нашим основным козырем в деле информационной битвы против беспощадной фальсификации и обесценивания казахской истории со стороны СССР, а теперь уже и со стороны российских попагандистов и псевдоисториков, не устающих лепить новые кремлевские бредни, является то, что мы почти в полном объеме, сохранили свои шажере, помним свои рода и племена. Тысячу раз слава нашим великим предкам за это. Имеем традицию знать своих как минимум семь бредков. И это несмотря на сталинский геноцид, устроенного с помощью искусственно созданного голодомора, в 30-е, в котором погибло и сгинуло 4 миллиона 68 тысяч человек, а это 70% казахского народа. Несмотря на репрессии, ссылки и концлагеря, в котором мы потеряли около 120 тысяч человек, среди которых расстреляна и замучена в лагерях почти вся наша интеллигенция. Несмотря на то, что более полумиллиона казаков погибло в Великой Отечественной. Если бы не это, наша численность сейчас, скорее всего, приблизилась бы к 70 миллионам, никогда не забывайте это. Если мы раскрываем историю казахского народа, то сразу всплывает история Шингисхана и история родов и племен, среди которых он возвысился. Не погружаясь глубоко в глубины веков, давайте рассмотрим ханство и улусы лишь 12-х и 13-х веков, которых и объединил Шингисхаган в один великий улус. Ханство кара татар или мугулов состояло из таких ныне казахских племен и родов. И множество других племен и родов. Татарское ханство состояло из таких ныне казахских племен и родов. Найманское ханство состояло из таких ныне казахских племен и родов. Кирейское ханство состояло из ныне казахского племени Керий. Ханство состояло из ныне казахского племени Меркит. Ханство – это ныне казахское племя. Ханство каракиятов. Сейчас пишут, как Каракытай состоял из таких ныне казахских племен и родов, как Ханство состояло из таких ныне казахских племен и родов, как Ханство Карлык, Басмыл – это ныне казахское племя. Ханство Кыпшак состояло из таких ныне казахских племен и родов, как Получается, что Шингисхан просто объединил все эти тюркские ханства, племена и рода в одну империю. Почему мы упорно называем эти народы – племена и рода, из которых состоит нынешний казахский народ – тюрками? Потому что в нашем фольклоре, в языке, в шажере, в жирах, вообще нигде нет и намека на монгольское, а точнее на маньчжурское, шивейское, тунгусское происхождение наших племен и родов. Испокон веков мы всегда знали себя, не иначе, как тюрками. Это во-первых. Во-вторых. В самом авторитетном, являющемся самым полным и достоверным на сегодняшний день, в мире, средневековом источнике – Жамик от Туарих, Рашид от Дин, Фазлулаха Хамадани – все эти племена и народы, включая и мугулов-киятов, из которых вышел Шингис-Каган, определяются как тюрки, потомки Ефета. Если принять эту простую истину, что Шингис-Каган – тюрк, и восстанавливал он, в общем-то, тюркский каганат, что государствообразующим народом в его империи были тюрки, то все встает на свои места и исчезают любые противоречия, связанные с его историей. А монголоведение, в целом как науку, можно отправлять на свалку псевдонаук. Историю казаков вообще невозможно рассматривать без Шингис-Кагана и Золотой Орды, потому что предком казахской государственности, предком казахских ханов и основателем казахского рода Тури является Шингис-Каган. Продолжение следует...